В левобережной части Ульяновска продолжается модернизация очистных сооружений. Как сообщили в Ульяновской водоканале, подрядчик увеличил штат сотрудников, занятых на объекте, которые работают теперь в три смены, пытаясь нагнать отставание от графика работ. Сейчас на объекте трудится 165 специалистов и 11 единиц спецтехники, в том числе 7 автокранов. На сегодня, по данным Ульяновского водоканала, там ведется реконструкция комплекса биологической очистки и воздуходувной станции. У нас сейчас выполняются работы, то есть полностью идет монтаж оборудования на вторичных отстойниках, которые вновь построены, и идет монтаж скребковых механизмов на первичных отстойниках. Сейчас подрядная организация у нас работает в три смены, они нагоняют график строительно-монтажных работ. Как отметил Дмитрий Урусов, уже завершены бетонные работы на первичном отстойнике. Он тоже будет готов к вводу в эксплуатацию после монтажа на нем аэрационных систем и скребковых механизмов, в том числе и насосов по возврату активного ила, но это уже со вторичных отстойников. На воздуходувной станции сейчас монтируется воздуходувный агрегат, происходит его обвязка и происходят работы по монтажу электрооборудования для обвязки этого воздуходувного агрегата. После того, как подрядчики завершат реконструкцию первого блока сооружений биологической очистки, приступят ко второму блоку отстойников и аратенков. То есть наша компания занимается именно поставкой и разработкой совместно с китайскими производителями технологического оборудования. То есть основным примером сейчас является неметаллическая цепная скребковая система, которую мы будем использовать в первичных и вторичных отстойниках для того, чтобы убирать ил, осевший на дно, и всплывающие вещества направлять в жировую трубу. Для того, чтобы снизить нагрузку на опоры с нашими валами, то есть было решение применять именно ФРП-пластик, армированный стекловолокном. Как сказал Сергей Каракай, это абсолютно современная технология. Она используется во многих странах, в том числе и в Китае. Напомним, что данный проект направлен на оздоровление реки Волга. После реализации данного проекта объём неочищенных сточных вод, которые попадают в Куйбышевское водохранилище, снизится в три раза. Также реконструкция позволит повысить энергоэффективность работы очистных сооружений. Сдать объект подрядчики планируют в декабре 2024 года, после чего начнутся пусконаладочные работы.